всем здрасте у нас все еще какое-то количество народа с нами это радует у меня тут в ютубчике интересуется что так мало народу на лекциях я значит на голубом глазу говорю но есть же стримы люди стримы смотрят вот поговорим сегодня как уже было сказано об интерфейсном уровне вот это все еще такой с точки зрения пользователей нукс очень низкий уровень которым не так уж сильно приходится управлять хотя на следующей лекции мы посмотрим какие интересные трюки с этим можно делать вот интерфейсный уровень как минимум хорошо видно со стороны компьютера в отличие от аппаратного потому что собственно интерфейс это та карта который вот на ваш компьютер и вы управляете вот и его задачи соответственно описаны мы уже говорили на нулевой вводной лекции про задачи его задачи состоят в том что состоят в том чтобы во-первых каким-то образом договориться как среда передачи данных подключается к вашему компьютеру да собственно на об интерфейсе на то уровень и интерфейсный вот и в этой задачи соответственно в этой подзадачи вычленяется две под под задачи точнее две темы для разговора первое вот у нас есть среда передачи данных который умеет кодировать нолики единички как бы вообще отличить тот факт что данные передаются от того факт что они не передаются ну то есть мы подключились к некоторому медиа там нолики единички это что вообще данные не данные что вот или допустим может быть они передаются но мы подключились в то время когда там уже серединка пакета передавался вот и какую дополнительную информацию приходится передавать помимо собственно полезного контента пилота это как бы нижняя часть то есть как мы взаимодействуем с аппаратным уровнем но есть еще и верхняя часть этот собственно проблемы которые решаются уже на уровне использования этих самых интерфейсов вот это в первую очередь дисциплина подключения к этой среде потому что у нас может быть абонентов больше одного совершенно непонятно по каким признаком мы считаем что данные предназначены для одного конкретного абонента видны или не видны другим бывает и такое решение задача и сякой вот непонятно по какому в каком порядке абоненты передают эти самые данные по сети вот по этой среде есть такие среды передачи данных где они могут одновременно есть такие среды передачи данных где они это одновременно делать не могут вот возможно надо ввести какую-то синхронизацию, а, возможно, они просто пытаются передавать, а потом видят коллизию и не передают. В общем, вариантов много разных. Какие-то приоритеты у абонентов могут быть разные. И тут же возникает вопрос об авторизации доступа к этой самой среде данных, то есть, когда у нас, допустим, ну, не знаю, данные передаются по воздуху, например, Wi-Fi, радиосигнал. Понятное дело, что подключиться к такой среде передачи данных может каждый встречный и поперечный, значит, нужно каким-то образом разговаривать о том, чтобы эти данные, вернее, чтобы само подключение происходило только тем, кому надо, а кому надо не происходило, ну, если таковая задача стоит. А заодно еще и какое-то шифрование должно происходить в этом месте, потому что иначе, значит, иначе мы можем какую-то важную информацию тоже, значит, так это странслировать всем подряд. Вот. Я, наверное, еще расскажу немножко про прошлый, немножко долгов за прошлую лекцию сделаю. Давайте тогда, во-первых, замечание о использовании снапшота в виртулбоксе. Кажется, я мельком это проговаривал в прошлый раз. Давайте я проговорю это еще раз. Значит, вот у нас есть наша базовая виртуалка, из которой мы все клоним, она называется с альт-минимум. Если посмотреть на нее повнимательнее, мы видим, что у нас есть какой-то база, есть из нее сделанный так называемый снапшот, это снимок текущего состояния, и дальше на этом, это самое текущее состояние, мы модифицируем. снапшоты, и, соответственно, вот такая кнопочка сделать снапшот, вот она, нужны в виртулбоксе для того, чтобы безболезненно экспериментировать над конкретной виртуалкой без необходимости ее переразворачивать заново. Вы снимаете снапшот, дальше запускаете, что-то делаете, дальше вам не нравится, вы все испортили, и вместо того, чтобы судорожно питаться, восстановить все, как было, как это, пиша вручную файлы, которые вы удалили, и отредактировали назад все конфиги, которые вы доредактировали, вы просто берете, выбираете вот этот снапшот, говорите, восстановить из него, и все, что вы успели наделать к текущему состоянию, просто сбрасывается и восстановится снапшот. Вот. Это очень важный момент, когда вы экспериментируете с виртуалками при выполнении домашнего задания, обязательно делайте эти снапшоты, чтобы можно было все испортить, откатиться назад, откатиться назад. Соответственно, скрипты, которыми я и пользуюсь, они по умолчанию сразу делают такой снапшот у базовой виртуалки, чтобы ее, значит, ни в коем случае нельзя было использовать. Так. Теперь относительно... Давайте мы попробуем все поудалять. Какие у нас есть сейчас виртуалки, вот эти две надо удалить. и эту надувь не удаляется. Ну, хорошо, SRV. Что там? TMP, да? Эта удаляется? Тоже не удаляется. Что я сделал не так? Doesn't have any snapshot. А, понятно. Ну, ладно. Сейчас мы так удалим. UnregisterVM TMP SRV А, я все вспомнил. Надо сделать вот так вот. Вот. И надо запустить заново XTR. Так. Хорошо. Все заново. Начинаем. Но это не страшно, потому что у нас... Все равно я планирую показать еще раз, последний раз, видимо, за этот семестр, как импортировать эти самые скачанный образ. Вот. Так. А, отлично. Отлично. Я сделал Алиас, чтобы у нас был VirtualBox не на русском языке, потому что иначе... Да. Значит, ну что ж, говорим импорт. Вот. Я потом расскажу, что именно я поменял в этом самом... в обновленном образе. В этот момент она раскатывает образ на диск, и тут больше всего. Вот. И второе, что я хотел рассказать на прошлой лекции, но не сделал этого, это волшебная команда под названием SetHostName. Это скрипт, который я сам написал. Он есть в виртуалках во всех. Вот. Он нужен для того, чтобы вы не запутались, когда администрируете сразу несколько виртуалок. мои скрипты, которые в EBSNAP, они прописывают куда-то вглубь мозга настройки виртуалбокса. Вот это название SRV, и дальше это самое название SRV оттуда забирается этим самым скриптом. Если вы это делаете не с помощью моих скриптов, а просто нажимая кнопочку на виртуалбоксе склонировать, то вот все ваши хосты будут называться прототаев. Вот. И это очень легко запутаться. Поэтому, когда вы подсоединяетесь к какому-нибудь из ваших виртуалок, можно вручную поменять ей название на какое-нибудь удобное для вас. Например, на такое, как написано в домашнем задании. В домашнем задании написано, что, например, они должны называться Base и Second. Вот, значит, вот мы заходим в нашу виртуалку. Вот. Она называется SRV, а вы хотите, чтобы она называлась Base. Можно просто сказать sethostname Base. Так. О! Видите? С этих пор она будет называться Base у вас в отчетах. Я надеюсь, всех получилось прислать отчеты. Потому что вы помните, да, дедлайны. Вот. Если нет, приставайте ко мне в чатике, я помогу. Первый раз с отчетом я могу помочь. Вот. Теперь у вас в отчетах будет написано прямо в командной строке, что это Base, ну и так далее, и так далее. Вот sethostname. Это еще одна штука, которой можно воспользоваться просто для того, чтобы облегчить себе жизнь. Вот. А вот просто про отчет. Вот вы говорите, ну там, есть у нас есть вопросы, что нужно проверить, где теряются. Не правильно, а что если его можно просто успешно использовать как-то, это означает, что он не проверен. Все правильно. Дело в том, что поскольку отчеты как минимум за прошлое домашним заданием нужно было передавать через компорт, то если у этого компорта были какие-то интересные настройки, например, вы забыли сделать ст-тыгрик роу ему, то отчеты битые подтуда приедут. Вот. Это надо проверить. Это, так сказать, еще одно к вам такое упражнение. Вот. В принципе, я довольно быстро расскажу, как их с помощью СЦП просто передавать при настройке сети, но нет. Вот. Все, пока это выключаем. Значит, ну вот, возвращаемся к разговору. Итак, Майкл Логинов спрашивает, есть ли в Альте хостнейм КТЛ. Есть. В Альте хостнейм КТЛ проблема состоит в том, что надо менять не только то место, где меняет хостнейм КТЛ, но еще несколько других мест. Вот поглядите в исходник этого скрипта сетхостнейма, там вы все увидите. Вот. Ну и в частности, в частности, нужно, как вы видите, не только хостнейм КТЛ запускать, но еще и выходить из шела, чтобы у вас в подсказке появилось название хаста. Вот. Помимо решения этих двух задач, напоминаю также нашу общую договоренность, хостнейм КТЛ, что в идеале наши уровни изолированы друг от друга и мы, например, уже на интерфейсном уровне не видим каких-то вещей, которые на аппаратном уровне наматывались вокруг нашего фрейма, вокруг нашего пакета интерфейсного уровня. Например, маркер начала и конца, а также мейфреймовый заполнитель. Когда мы получаем фрейм, мы уже не знаем, что он начинался со специальной последовательности. По проводам шла специальная последовательность, которая обозначала, что в этом месте фрейм начинается, а в конце шла специальная последовательность, что в этом месте он заканчивался, А еще был межфреймовый заполнитель GAP. Протокол... Где-то на прошлой реакции мы говорили о том, что нельзя последовательности данных посылать непрерывно. Мы тогда не поймем, где они заканчиваются и где начинаются. Но обязательно делать GAP, в котором будет специальный шаблон. Видя этот шаблон, устройство знает, что это дырка между фреймами. И избыточность при кодировании мы тоже не видим. То есть в действительности по аппаратному, будучи превращенным в нолики-единички, особенно по воздуху, особенно в вашем Wi-Fi, который ужасно и отвратительно все это проводит, на самом деле может передаваться гораздо больше ноликов-единичек, потому что кодирование избыточное, потому что нам нужно потом восстанавливать ошибки и так далее. Нет, на интерфейсном уровне мы уже видим приехавшие нам нолики-единички, которые все еще могут оказаться испорченными в силу каких-то непонятных причин, но все, что происходит в процессе декапсуляции с аппаратным уровнем, мы уже не видим. Вот такие две вещи. Вот. Да. А насколько сейчас в последующих программах, насколько извлечены? Мы об этом чуть-чуть поговорим одним глазом сегодня, но слишком далеко мы в это углубляться не будем, потому что одно только перечисление может занять много минут. Вот как выглядит фрейм с точки зрения, вообще говоря, физического уровня. У него есть преамбула, это семь ни много ни мало актетов, то есть байтов. Кстати, обратите внимание, что они называют байты актетами, эти сетевики, потому что когда-то, давно, байты состояли не из восьми байтов, бидов, а из семи, шести, даже иногда пяти. Как это, значение косинуса иногда достигало трех. Вот. Поэтому они их называют актетами. Еще один байт, и это, собственно, старт нашего фрейма. Все вот это относится к layer 1, к аппаратному уровню. Дальше начинается наш фрейм. Это то, что мы видим, когда мы читаем это из устройства сетевого и смотрим на него глазками. И у него будет адрес получателя, адрес подправителя, тег влана, необязательный, кстати, сказать. Длина, кажется, пакета фрейма, собственно, пейлот и CRC, контрольная сумма. А потом опять будет на интерфейсном уровне, мы этого не видим, а на аппаратном уровне будет аж 12 актетов дырки между фреймами. Для того, чтобы, значит, можно было отличить один фрейм от другого. Вот. И эта часть, и эта часть, будучи прочтенной на интерфейсном уровне из Linux, уже не видна. Это то, что составляло процесс декапсуляции Ethernet-фрейма или там какого-то фрейма интерфейсного уровня, засунутого в железо. Такие дела. Ну, кстати сказать, вот эта вот волшебная пословица по последовательности 55555D5 это на самом деле 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 в конце, потому что вот этот, вот этот, ну, задом наперед биты идут в актете. Ну вот. Ну и, значит, вот эта дырка между пакетами, специальная тут прям вот, она описана. Да, это... Да, 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 да. На всякий случай сокращенец подсказывает, что все-таки Wi-Fi это не воздух, а эфир в воздух не нужен, да, там углекислый газ, кислород, там азот, что у нас там еще в воздухе есть, не нужен для радиосвязи. Конечно, спасибо. Это неправильное место рассказа про токен ринг в Адс. Надо бы его переставить в другое место, если я не забуду, я про него вспомню. Сейчас я рассказывать про токен ринг не буду. Вообще рассказ про токен ринг имеет чисто историческое значение, его уж давным-давно не используют. Просто это хороший пример другой дисциплины доступа, но мы пока что не говорим про дисциплины доступа. Вот когда будем про дисциплины доступа, тогда я вспомню про токены. Значит, для начала мы убедимся в том, что мы работаем с сетью с разделением пакетов, а не с разделением каналов. Вот. И на этом уровне можно как раз ввести понятие пакет интерфейсного уровня, он же фрейм. Да? Поскольку мы договорились, что у нас среда передачи данных передает все, что есть между всеми абонентами нашей среды, а не абонирует для каждой связи по каналу, это значит, что канал один, поэтому каналу мы передаем все пакеты, все данные. Эти данные должны быть напилены на кусочки под названием фреймы, иначе непонятно, когда, значит, бесконечные данные заканчиваются, и начинаются следующие. Вот. Во фрейм, понятно, должен входить некоторый описатель, кто, кому, какие-то дополнительные информации, вот, о описатель среды и так далее. Дальше в фрейм должно входить то, что называется payload, это, собственно, пакет следующего уровня, в данном случае IP сетевого. Вот. Контрольная сумма обычно нужна, но иногда, если у вас, например, аппаратура, за вас это делает, то вы считаем, что фрейм не может быть побитый, потому что аппаратура сама все проверила. Мало ли что. И всякое шифрование, авторизация, то есть проблема совместного использования среды, это тоже должно как-то засунуто быть в фрейм, потому что дальше, на следующем уровне, это вам точно не нужно. Вот. Здесь, наверное, я расскажу про токен ринг. Токен ринг – это такая устаревшая, давным-давно устаревшая система организации локальной сети, то бишь среды передачи данных и интерфейса к ней, при котором все абоненты этой самой сети друг другу пересылают по кругу пакет. Точнее, не пакет, а с почку пакетов. Спереди идет паровозик такой, сигнальный пакет. За ним каждый абонент прицепляет свой вагончик. И это все так по кругу ходит. Один передает другому, другой третьему, третий четвертому, четвертый снова первому. И вот так вот они циркулируют, эти паровозики. Вот. Когда абонент видит, что среди этого, в этом составе, вагончик, то бишь пакет, предназначенный ему, он его оттуда удаляет, если он хочет сам что-то переслать, он добавляет в конец свой, значит, пакет, и полученный состав пересылается следующим. Таким образом, у нас проблема совместного доступа к среде передачи данных решена. Кто видит паровозик, тот и передает. Вот. Ну, если говорить очень грубо. Более подробно мы это разбирать не будем, именно потому, что эта штука совершенно устаревшая, есть всякие другие дисциплины доступа, и даже у обычного нашего с вами эзернета дисциплины доступа довольно сложные. Мы про нее поговорим чуть позже. Я думаю, кстати, у вас по сетям она была. В конкретном эзернете есть понятие идентификатора отправителя, он же MAC-адрес. Я забыл, как MAC расшифровывается. MAC-адрес control, спасибо, да? Вот. Идентификатор получателя, точнее, наоборот, сначала получателя, потом отправителя, если посмотреть во фрейм, мы туда смотрели. Вот. И на этом основании ваша сетевая карта, не доходя еще до операционной системы, видит все пакеты, пробегающие по среде. Мы помним, что эзернет – это общая среда. Но обрабатывает и, соответственно, отправляет на уровень выше только те фреймы, адрес получателя, который либо совпадает с адресом, присвоенным нашему интерфейсу, либо он, так называемый, широковещательный, состоит из всех единиц. Все остальные фреймы автоматом сбрасываются. Они прямо на уровне, значит, просто анализа проводов, анализа соответствующих битиков, не обрабатываются в вашей сетевой карте. Тем не менее, иногда бывает нужно, и мы этим будем пользоваться при анализе сетевого трафика сплошь и рядом, получать вообще все пакеты, то есть все фреймы, в том числе фреймы, которые не предназначены на нашей сетевой карте, а пробегают посреди, мимо нее, и идут куда-то дальше. Когда-то, много лет тому назад, когда протокол Ethernet был попроще, и общая среда передачи в данных действительно была общей, действительно все пакеты пробегали мимо всех интерфейсов, по этому признаку мы вылавливались зловредные программы, которые прослушивают все пакеты в надежде выковырять оттуда нужные всякие пароли и так далее. Если брать и наполнять вашу сеть пакетами, которые не предназначены никому, то нормальная сетевая карта, не переведенная в неразборчивый режим, будет работать быстро, а сетевая карта вот этих зловредных клиентов, которые пытаются просканировать весь сетевой трафик с явно недобросовестными целями, внезапно начнет обрабатывать абсолютно все эти пакеты, и такая машина начнет зависать, плохо пинговаться и так далее. Вот на этом основании даже я когда-то давно, еще в прошлом тысячелетии выискивал таких вот безобразников. Надо сказать, что в прошлом тысячелетии еще и проблема с шифрованием трафика, передаваемого по сети, была практически не решена, там пароли передавались в открытом виде, поэтому такие люди действительно имели основание заниматься сканированием сетевого трафика. Вот. Официальный способ прислать пакет, который примут все Ethernet-карточки, это написать в адрес получателя широковещательный адрес, состоящий из всех единиц, тогда любая карточка должна его получить. Теперь относительно того, как устроена вторая верхняя половина задачи, а именно как устроено совместное использование среды. Я думаю, это у вас было довольно много на сетях, но давайте на пальцах это еще раз повторим. Нет, нельзя сетевой средой, средой передачи данных Ethernet пользоваться так, что вы одновременно в один и тот же миг передаете от нескольких абонентов нескольким получателям пакет. Так делать нельзя. Это значит, что если вдруг так сложились пятна на Луне, что два абонента, две сетевые карточки на нашем Ethernet-е одновременно захотели передавать данные, то то, что получится в результате с средой, называется коллизией и определяется автоматически, просто на аппаратном уровне. Если, грубо говоря, два сигнала одновременно пытаются на одной и той же среде закодироваться, получается чушь, шум, и сами сетевые карты это отлавливают и говорят, ой, коллизия. То есть, по-хорошему, значит, нельзя одновременно двум карточкам в одну и ту же среду передачи данных что-то писать. Особенно это было актуально до изобретения таких штук, как свечи, потому что это делается аппаратно. Перед этим аппаратно же, примерно тем же механизмом, определяется, что в данный момент, именно в данный момент, кто-то по нашей среде передачи данных кому-то что-то передает. Если ваша сетевая карта определила, что она в данный момент хочет что-то передавать, но среда передачи данных занята, она ждет неопределенное время, короткое, и через это время снова пытается определить занята ли среда передачи данных. Возможно, к этому моменту освободилась. То же самое происходит и при определении коллизии. Вот, значит, среда передачи свободна, сетевая карта захотела что-то написать, фрейм, в этот момент другая тоже что-то захотела, произошла коллизия, она была определена аппаратно, обе эти сетевые карты ждут неопределенное время, случайное, естественно, разное, вот, и через это неопределенное время снова пытаются передать данные. Вот, этот алгоритм так и называется, CD, CSMA, то есть, с определением коллизий, и определением идущей передачи. Вот, и дальше происходит следующее. Самый простой алгоритм состоит в том, что если произошла повторная коллизия или повторное определение идущей передачи, это значит, что сеть сильно загруженная, и надо подождать в два раза больше. Вот, ну и так далее, до тех пор, пока не свалится по таймауту, это будет означать, что сеть загружена вообще совсем, вот, прям вообще. из этого есть два следствия. Первое. В действительности уже на уровне Ethernet, то есть, на уровне интерфейса, на уровне, как вы воткнули ваш провод в ваш компьютер, нет гарантированного времени доставки ваших данных от одного момента другому с помощью Ethernet. Его нет. Есть гарантированное время недоставки, то есть, таймаут, после которого все сваливается. потому что вполне возможно, что при попытке доставить ваш пакет сетевая карта подождет, потом еще немножко подождет, потом еще больше подождет, а потом только его доставят. Это первое следствие. Второе следствие состоит в том, что в сетевой среде, в среде передачи данных, в которой уже довольно много пакетов, бегает туда-сюда, скорость начинает, вот чем их больше, тем она начинает сильнее, скорость передачи начинает понижаться, потому что у вас пакет, вместо того, чтобы передаваться раз в одну миллисекунду, предположим, я сейчас не буду в голове понять, какая там скорость, внезапно ждет еще миллисекунду, а потом еще две миллисекунды, и потом только передается и будет передаваться, стало быть, раз в четыре миллисекунды, то есть, четыре раза медленнее внезапно. Опять-таки, до изобретения таких штук, которые называются свечи, которые фильтруют трафик, не предназначенный, ну, свечи-то что? Это общая среда, но у нее топология звезда, когда все провода втыкаются в одну коробочку, и эта коробочка сама понимает, что вот с этого соска, вот на этот сосок надо передать пакет, потому что за этим соском находится соответствующий абонент, а на все остальные не надо. когда для передачи, для общей среды передачи данных использовался не витая пара и звезда, а коаксиальный кабель и, соответственно, общая шина, то есть, один кабель, в который врезались абоненты. Вот. вот такой. Тут вот там стояла высокочастотная волна, там была модуляция, но для того, чтобы в нее врезаться, нужно было присоединиться с таким вот T-коннектором. Я не знаю, тут есть T-коннектор или нет. То есть, вот один провод, в который просто абоненты вот так подключаются. То, разумеется, все видели все, и сеть, загруженная на 30%, то есть 30% свободного времени, 60% свободного времени, 30% передачи, считалась уже крайне перегруженной, потому что дальше там начинал экспоненциально падать скорость передачи. Все пытаются посылать, загаживают эфир, ждут, пытаются посылать, загаживают эфир, и вот этого в уши становится больше, чем нужно. Когда я пошел работать в лаборатории программного оборудования, которая занималась как раз переоборудованием факультетской сети, по всему факультету был один коаксиальный кабель вот так вот протянут, скорость передачи была 4 килобайта в секунду. Это если кто-то не уехал в отпуск, и у него случайно компьютер не оторвался там, потому что разомкнуть, оторвать компьютер означало разомкнуть, и все не работает. Ну вот, давайте запустим наш... Так нормально видно? Шрифт? Нормально. Хорошо. Да, значит, Димка Димка говорит, что в принципе даже на витой хапаре можно сделать пассивный хапно-резисторах. Более того, помните, я ссылался на статью в прошлый раз человека, который там социолографом наблюдал, как выглядят сигналы на витой паре. Вот у него есть статья, как самому спаять хапно-регидный резисторах для любителей самостоятельного паяния. Так, ну хорошо. Информационным, то есть инструментом, работая непосредственно со смычкой между интерфейсным и аппаратным уровнем и информационным инструментом работы с, допустим, Ethernet-ом в Linux является программа ETH-Tool. Мы ей практически пользоваться не будем. Да, настолько не будем, что я забыл, как ей пользоваться. А, это было в прошлой лекции, я забыл это показать. Во, смотрите. Для начала, поскольку интерфейс это такая карта, которая вводнута в компьютер, ее уже можно наблюсти, список этих карт можно наблюсти из Linux, с помощью команды IP-Link. IP-Link покажет, кстати, у этого самого, у Тененбаума кажется вот этот уровень, который интерфейсный, называется Link Level, да, то есть уровень подключения к среде передачи данных. Так вот, эти пять штук, сущностей в вашем, в вашей виртуалке, которую вы используете для домашек, это и есть интерфейсы, которые подключены к пяти сетям. Вот эти четыре сети мы ими будем управлять, и их, об этом мы чуть позже поговорим, а Loopback, это Loopback, все помнят, что такое Loopback, да, это такой интерфейс, с помощью которого компьютер может присоединиться к самому себе. Тут человек спрашивает, как запускать мой образ на VSL, не знаю, я думаю, ставьте туда VirtualBox, в VirtualBox и запускайте. Точно так же. Вот. VSL вроде бы хороший эмулятор, VSL 2, на VSL лучше не запускать ничего. Потому что VSL это ядро Linux, пересобранное под специальную аппаратную платформу под названием Windows, это был тупиковая идея. А VSL 2 это, в общем, нормальная эмуляция в WinZ. Дальше ничего не скажем. Я думаю, что надо ставить VirtualBox. Вот к нашей VirtualBox подключено четыре сетевых интерфейса, как бы настоящих. Один из них мы сейчас посмотрели, сейчас мы вернемся к этому, и один Loopback. Вот. Этот самый, как бы, настоящий интерфейс, он даже имеет, он даже эмулирует некоторую аппаратную, 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 контроллер. Вот он, видите, это Intel, какой-то там, причем, видите, прям гигабит контроллер, то есть, по идее, он должен быть гигабитным. Вот. Python спрашивает, как через VirtualBox пробросить сетевую карту. Через VirtualBox можно пробросить сетевую карту, но мы этого не делаем в наших лекциях. Вот. Обратите внимание на то, что ETH Tool пишет про этот наш Intel Gigabit контроллер. Странные вещи. Во-первых, он не знает, к какой среде передачи данных мы подключены. Как минимум, есть два варианта. Витая пара, Twisted Pair, и AUI, универсальный, так называемый, трансивер, с той стороны которого может быть какая угодно среда, хоть толстая медь, хоть витая пара, хоть коаксиал, что угодно. Он еще не знает. Во-вторых, он еще не знает, какая скорость этой среды передачи данных. Помните, в этом месте, в Эзернете, смыкаются аппаратный и интерфейсный уровень. Мы не можем договориться о такой штуке, которая относится к интерфейсу, как о скорости, пока не сделаем это аппаратно. по умолчанию. По умолчанию он считает, что он будет видеть среду передачи данных именно за так называемым трансивером. Это такое специальное устройство, которое преобразует универсальный некоторый формат в нужный нам среду. Но на самом деле нет. Если мы сейчас этот порт настроим, просто поднимем его, IP-Link, Set, ну, скажем, ETH 0 Up, тем самым заставим его работать. Видите, они находились в состоянии вот таком, а если сейчас мы скажем IP-Link, то мы увидим, что ETH 0 находится в состоянии, в частности, Up. В этот момент он подключается к среде передачи данных, определяет, что там вообще есть несущее. Вот. Если там несущее нету, то он скажет волшебное слово. Давайте попробуем вот здесь вот. Нет, не скажет. Ну, в общем, если там несущее нету, то он будет тут волшебное слово говорить какое-то типа но Керриер, вот, вспомнил, естественно, нет несущей. Вот. Так вот, значит, А. Она есть. О. Из чего мы видим, что к нашей машине, к нашей виртуалке, которую я сейчас создал, присоединено две сети к ETH 0 и к ETH 1. А к ETH 2 сети не присоединено. Видите, я поднял интерфейс, но он говорит, нет с той стороны несущего, интерфейс-то работает, а провод в него не вотнут. А вот в эти два интерфейса провод вотнут. И все это я делал к тому, что после того, как мы подняли интерфейс, он пообщался с средой передачи данных, теперь он точно знает, во-первых, какая скорость на передаче все-таки 10 мегабитов. Больше он не умеет. Во-вторых, к какому порту, к какому конкретному выходу сетевой карты подсоединена среда передачи данных. Витой парь. Вот. Если бы там был другой драйвер, то он мог бы показать вместо 10 мегабитов и 100 мегабитов. гигабитов не знаю. Да? То есть зависит от того, что там эмулируется. Вот такие дела. Вот. ETH2, как вы видели, очень развесистая программа. Она может управлять какими-то параметрами Ethernetа, не сетевыми, а самой карточки, которые, которые параметры у нас, ну там, дуплексом, чем угодно. Вот тут, например, полудуплексный формат. Кстати, ETH1. О! Пожалуйста! Смотрите! Давайте еще раз посмотрим. Я это специально сделал, забыл показать. Смотрите! Три из этих сетевых карты это как раз Intel Gigabit, а четвертая старая имитирует AMD 79C970, Xenet32 так называемая. Вот она-то как раз 10-мегабитная. То есть после того, как мы подняли подняли интерфейс ETH0, он распознал его как 10-мегабитный, ETH1 пожалуйста, гигабитный и фулл-дуплексный. Другой, Intel-овский. Вот. Хотя поддержанных вариантов у него больше. Вот. Просто две разные аппаратные сетевые карты так устроены в нашей виртуалке. Ровно для этого она была сделана, чтобы можно было наблюдать то и другое. Основной инструмент, которым мы с вами будем пользоваться большей части при работе со сетевыми устройствами называется API Route 2. Slow Route там на самом деле спорадическое. Он умеет не только еще 100-500 функций, кроме роутинга. Это такой большой набор утилит, который называется Slow Route IP. Вот. Вот столько всего этот самый IP таким количеством сетевых параметров умеют управлять в лидук-системе. В частности, IP-линк тут тоже есть. И API Route тут тоже есть. Вот. Это универсальный инструмент, который работает с сетевыми наш постоянный слушатель Python-Python сам себе задает вопросы, на которые он не может ответить. Дослушайте, пожалуйста, сегодняшнюю лекцию, может быть, вопросы будут сняты. Ну вот. Этот инструмент IP Route 2 позволяет настроить буквально все. Естественно, вручную, прям конкретно вы говорите, вот настраивайте такой-то параметр, такого-то. Вот. И в частности, IP-линк, который мы только что вызвали, позволяет, во-первых, останавливать, поднимать и опускать интерфейс, а во-вторых, задавать всякие их свойства, ну, о которых, видимо, позже. Второй инструмент, которым мы будем пользоваться. Он также в своем названии имеет нечто, что не имеет отношения к сегодняшнему нашему разговору. Это инструмент TCP dump. Слово TCP там не зря, но тем не менее, это инструмент снятия трафика со сетевых интерфейсов. И, разумеется, помимо расшифровки TCP-трафика, он также может расшифровать и IP-трафик, и, как мы сегодня увидим, Ethernet-фрейм он дешифровать тоже может. Благо, он подключается прямо к интерфейсу, видит эти фреймы, а дальше он как-то занимается декапсуляцией того, что он видит. В частности, для того, чтобы посмотреть уровень интерфейсный, нужно TCP dump сказать ключик минус Е, и мы это все сейчас увидим. Наверное, хочется показать, как это делается. видимо, нам надо на loopback что-нибудь послать, а потом что-нибудь прочесть из этого loopback. Поскольку loopback у нас даже, кажется, настроен, ну-ка, он даже настроен, у него уже есть IP-адрес. Ну, давайте так и сделаем. Значит, тут я немножко забегу вперед по плану сегодняшней лекции. Помимо запуска нескольких виртуалок, которые будут взаимодействовать друг с другом, мне иногда понадобится открыть несколько окошек на одной виртуалке. Если бы у нас был графический интерфейс, все было бы просто, мы просто запускали эмуляторы терминала и никаких проблем бы не было. Но у нас, как вы помним, подключение к сериальной консоли одно. Для того, чтобы на одной консоли запустить два сеанса, надо использовать дополнительное программное обеспечение. Чаще всего это бывает штука под названием Tmux, всем рекомендую, но в нашей прошивке попытка поставить Tmux приносит еще примерно 10 мегабайтов локалей всяких, глипси локалей. Я решил его не ставить, а используется более старый, но тоже вполне функциональный утилитой GNU Screen, которую можно запустить сейчас скажу как. Вот мы запускаем Screen, и нам показывают некий Shell. Обратите внимание на нолик. Нолик это означает сессия номер ноль, сеанс номер ноль. Дальше мы берем и делим пополам. GNU Screen так же, как и Tmux управляется одной управляющей клавишей, Tmux это Ctrl-B, а Screen это Ctrl-A. Значит, сейчас отвечу на вопрос сокращенец. Ctrl-A S разделяет экран на две части. Говорим Ctrl-A Tab, переключаемся в другую часть, создаем там второй сеанс Ctrl-A C Create. Вот. Это два разных сеанса. Видите, вверху написано один, внизу ноль. Это, кстати, одна из модификаций виртуалки, которую я сделал вчера, чтобы, значит, можно было сегодня это показать. И мы можем в двух разных окошках выдавать в D разные команды. Вот. Ой. Значит, вот здесь вот мы запустим TCP-Dump минус E loopback а, минус E еще. Минус XXE. Вот так вот. Вот. Переключимся на другое окошко, а здесь, а здесь, допустим, ping минус S 1 ну, что там, 10, 127 только себя. Вот. Значит, смотрите, что сейчас произошло. Переискейп. Вот. Вот наш ping. Надо было минус C1 сказать. Давайте я скажу минус C1, потому что TCP-Dump. Ой. О, сейчас все будет плохо. А, вот получилось. Так, 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 минус C1. Чтобы один пакет пришел. О. Значит, про ping мы знаем, что это какая-то утилита, которая определяет доступность по протоколу IP оппонента. Пока мы ничего про это не говорим, мы смотрим, как выглядят, как выглядят фреймы, которые бегают по нашему, по нашему Ethernet. Во. Вот нам приехал фрейм. У этого фрейма чего есть? Какой-то раз, два, три, четыре, пять. А где адрес отправителя? Мне интересно. А, адрес отправителя у него 0,0, адрес получателя он 0,0. Вот это вот первый, первый там, сколько-то октетов, это адрес отправителя, адрес получателя, поскольку у нас у лукбека адрес 0,0,0,0,0,0,0. Они все равны 0. Дальше он присылает какое-то сообщение, а дальше присылает ответ. Вот. Вот мы и убедились с помощью цепи дампа, что какие-то байтики ходят. Мы сегодня убедимся, ну, будем еще читать эти фреймы чуть более подробно, а пока пойдем дальше. Вот. Кстати, одна подробность. Если сказать Ctrl-A, Ctrl-A, то вы переключитесь на соседний сеанс прямо в том же окне, и у вас вознепрятно получится вот такое. Вы будете работать в двухотных одновременно. Вот. Так устроен гнускрин. Я к гнускрину буду обращаться не очень часто. Это нужно только в том случае, если мы хотим одновременно на одной машине запустить два сеанса и увидеть, как они друг с другом взаимодействуют. Так, вернемся назад. Вот теперь мы, я начну немножко отвечать. Да, сокращение сговорит Ctrl-A, палка, делит по вертикали, но по вертикали там ширина выдачи не очень. Теперь я буду немножко отвечать на вопросы, как организовывать сеть в VirtualBox. Сеть в VirtualBox организуется супер просто. Проще не бывает. Вы просто должны ее назвать и она появится. Давайте я покажу, как это делается. Давайте запустим запустим VirtualBox. Сначала покажу, как это делается не из командной строки, а прямо из VirtualBox. Вот. Вот он наш VirtualBox. Вот в нем есть машинка под названием SRV. Вот мы делаем клон нашего нашего Alt-Minimal. Называем его называем его как-нибудь. Видно довольно плохо, но верьте мне, что я делаю клон. Ну, скажем, назовем его Tool. Вот. Помним, что надо generate new mac address. Ой, нет. Помним, что надо сделать linked clone и generate new mac address. Вот. Все. Finish. Вот у нас он, правда, называется Alt-Minimal. Клон. Давайте переименуем. Мне не нравится, что он называется Alt-Minimal. Клон. Он даже называется Tool. Давайте посмотрим настройки этого самого Tool. Конкретно настройки его сетей. Вот параметр network. В нем есть четыре адаптера, те самые четыре адаптера, которые есть в нашей виртуалке. Один из них, да, все они разрешены. Видите, с кнопочкой enable adapter. Это значит, что компьютер видит этот адаптер. Вам насколько плохо видно этот мелкий шрифт? Нормально видно. Окей. Верьте мне, что там так написано. Вот. Помните, мы видели, что вот этот адаптер 1, у него тип PC нет, это такой медленный, а у адаптер 2, у него тип Intel. Вот Advanced Intel. Значит, во всех четырех случаях есть кнопочка cable connected, это значит, что при старте, если вообще такая сеть есть, то абонент увидит, что есть медиа и кэрреры и все остальное. Вот. И во всех четырех случаях есть выпадушка, которая называется attach2, которая описывает, к какой сети присоединен этот адаптер. Адаптер номер 1 всегда в наших виртуалках, он же ETH 0, присоединен к сети с кодовым названием NAT. Что такое сеть с кодовым названием NAT, мы узнаем буквально на следующем занятии или через одно. Пока считайте, что это ну аварийный выход в интернет. Собственно, это он и есть. Адаптер номер 2 не присоединен ни к чему. Это значит, что при попытке запустить вот эту вот виртуалку мы увидим, что нету карьер на этаж 1. Мы можем взять и сказать присоединить к internal network. Самый простой способ законнецить две машины через внутреннюю сеть, это присоединить их к одной и той же внутренней сети. Внутренняя сеть виртулбоксом создается, это абсолютно виртуальная штука, по факту наличия имени у этой сети. Допустим, эта сеть называется intnet. Пишем сюда слово intnet. Окей. Теперь посмотрим настройки нашего машинки SRV сетевые. В ней есть адаптер 1 приотачиванный к НАТО и адаптер 2 приотачиванный к internal network, который называется тоже intnet. Вот тот факт, что intnet написан вот здесь в настройках SRV и вот здесь в настройках to будет означать, что адаптер номер 2, то бишь eth1 в той и в другой машине будут подключены к одной сети и увидят друг друга. Вот мы сюда прописали слово internal network и intnet. Давайте в этом убедимся. вот наша машинка номер 1. Нам уже не нужен скрин в ней. Вот. Это SRV. Давайте убедимся в том, что есть теперь машинка и номер 2, которая называется... А! Там надо было... Стойте! Там надо было порт поменять. Управляющий порт консоли надо было поменять. секунду. Serial ports com1. Вот видите, 23.00 это неправильно. Помните, да, что при клонировании надо еще порт консоли поменять, скажем, на 23.02. Да? 0.2. Это 0.1, это 0.2. Вот. Окей. пробуем ее запустить. Что-то она не знает тмп. Ээээ... Тву. Пробую ее запустить. Поскольку мы не делали сердц-хостнейм, она будет называться прототайп сейчас, мы ее сейчас переименуем в тву. Вот. Тут питон-питон меня спрашивают всякие, заваливают всякими вопросами про работу виртулбокс. Пожалуйста, я не буду слишком много рассказывать про виртулбокс на лекциях, иначе мы не сможем поговорить про сети в линукс. Вот. Видите, он называется прототайп. Ну, мы его сейчас переименуем. Sethostname, ну, скажем, ту. Вот. Давай, давай, давай. Вот. Итак, мое предположение, что в результате таких действий мы воткнули провод и в машине SRV и в машине ту, подключенный к интерфейсу ETH1 в одну и ту же сеть, которая называется int.net. Давайте это проверим. IP-link set ETH1 up. Ой, да. Вот она. Вот. Предположительно, мы их сейчас друг друга увидим. Значит, как передавать данные по Ethernetу, не выходя на уровень IP? тоже ping, это IP, там, всякие неткаты, это даже TCP. Как передавать? Значит, нам нужно писать программу, которая слушает прямо из Ethernet, выковыривает оттуда фреймы. Ну, не надо нам эту программу написать, это называется TCP-dump, с этой стороны все понятно. Минус XXE ETH1 минус ETH1 Значит, наша задача засунуть в эту среду передачи данных, которая с точки зрения VirtualBox называется интернет, какой-то фрейм. Сделать это можно с помощью еще одной супермощной утилиты, которая называется SOCAT, и это вообще такой швейцарский нож по передаче информации по сети, он умеет передавать во все, что шевелится, вот, прям совсем. Но прежде, чем начать про это говорить, давайте еще раз подумаем, что мы собираемся затолкать в эту сеть. в эту сеть мы собираемся затолкать последовательность байтов, прошу прощения, актетов, которая собою будет представлять Ethernet Frame, то есть у него вначале должно быть шесть актетов адрес получателя, затем шесть актетов адрес отправителя, затем какие-то дополнительные поля, вот, чексуму не нужно, чексуму нам налепит сам драйвер. То есть фактически нам нужно вбить фактически нам нужно вбить сюда какую-то последовательность актетов, поскольку с той стороны у нас tcbidam запущен от root, то есть в неразборчивом режиме, изначально запущен в неразборчивом режиме, какой бы актет мы не прислали, он сюда придет. Ну, давайте попробуем, значит, прямо с копипастем из лекций, в лекциях есть шпаргалка, вот, вот такая последовательность байтов, это что? Это один IP-адрес, MAC-адрес, MAC-адрес получателя, это MAC-адрес отправителя, это тип фрейма 8102 современный, вот здесь, вот, да, вот он, тут должен быть 8102, чтобы соответствовать стандарту 8102, вот, и это, а да, а это контент, здесь написано слово high, это h, а это большое, а это i маленькая, дальше это надо преобразовать, собственно, в шестеричную последовательность, нам для этого, ох ты, черт, много времени прошло, нам для этого нужно использовать утилиту xxd, минус r, минус p, что она сделает, она удалит все не шестеричные, все числа, не являющиеся, все символы, не являющиеся шестеричными цифрами, и положит, превратит это в последовательность байтов, вот, ну и, ой, зачем я это сделал, вот так, да, ну и, дальше нам нужно затолкать фрейм прямо в интерфейс, этим затолкать фрейм прямо в интерфейс, нам поможет утилита, которая называется, собственно, она называется сокат, и ровно так в ней надо и написать, палка сокат, минус означает со стандартного ввода, то есть, вот эти байтики, которые сейчас нагенерит нам xxd, надо затолкать в стандартный ввод, это будет фрейм, и этот фрейм надо затолкать в виде фрейма прямо в интерфейсе этаж 1, бэмс, вот он появился на той стороне, нам пришел настоящий Ethernet фрейм, в котором адрес получателя, адрес отправителя, сейчас, 3 актета адрес получателя, 3 актета адреса, 6 актета адреса отправителя, 8102 тип протокола, и этот самый хай, вот он, видите, поскольку Ethernet фрейм не может быть размером в 2 байта, это его минимальный размер вот такой, вот мы его и получили минимальный размер вот все, осталось только заметить, что утилита спидамп не так проста, если, например, давайте скажем, IP-Link, мы скажем, утилитиспидамп ключик минус п, ключик минус п означает, что не включать неразборчивый режим и принимать только пакет, который предназначен нам, то я вонгую с некоторой вероятностью, что вот эта штука, упс, не дойдет, что сделать, чтобы такой пакет дошел, надо указать адрес получателя правильный. Давайте его укажем. Мы куда? В этаж 1 пихаем, да? Вот, вот правильно адрес получателя. Ну-ка, оп, сработало. Видите, да? Значит, та самая избирательность сетевых интерфейсов, которые принимают только фреймы, предназначенные нам, в случае, если спидамп запускать без неразборчивого режима, ром так и работает. Фрейм, предназначенный не нам, не приехал, вот, а фрейм, предназначенный нам, приехал. Такие дела. Тут было написано ABCDEF, да, а здесь было написано вот правильный адрес, тот, который скопипастил просто из этого экрана. Вот. Сокращение спрашивает, можно ли при решении домашних задач не набирать вручную копипастить? Да, можно, разумеется, это удобнее, если вы где-то рядом что-то такое сложили, скопипастили, конечно, можно. Ну вот. Так, давайте сделаем здесь маленькую паузу, нам, на самом деле, довольно много еще поговорить, а времени очень мало. Вопросы, если есть? Или пока сложно переваривать? В принципе, после того, что вы уже учили по сетям, это должно быть не слишком сложно, мы просто организовали, подключили две виртуалки к одной среде передачи данных вот с помощью виртулбокса, ну и вот заставили их обмениваться какими-то данными. Кстати сказать, если мы здесь запустим обратно TISPEDAMP без минус P, у меня есть сильное подозрение, что туда можно что угодно затолкать. Интерфейс. Итаж 1. Соката, не сока. Видите, да? У нас вместо фрейма пришел вывод от календаря, вот. Тем не менее, он прям как фрейм приехал в интерфейс, вот. Попытка его распарсить на уровне выше, естественно, ни к чему бы не привела, потому что это никакой пакет, никакого не протокола. Ну, просто передали байтики по сети. Вот. Такие дела. Значит, давайте посмотрим, что мы успеем еще сделать за сегодня. Давайте я чуть-чуть поговорю про Wi-Fi, прям совсем чуть-чуть, потому что тут довольно много бла-бла, которые мы посмотреть не сможем, и, наверное, и не будем, потому что иначе времени не хватит. Во-первых, протоколов интерфейсного уровня действительно очень много. Вот это все протоколы интерфейсного уровня, причем опубликованные в Википедии. Во-вторых, классический Wi-Fi, но не самый современный, это протокол Е802.1.G, вот, который сам по себе имеет тоже кучу стандартов, обратите внимание. Видите, да? Я когда сегодня просматривал, мне особенно понравился стандарт вот этот, 802.1.B, стандарт передачи данных с использованием ламп освещения. То есть у вас лампочка над столом горит, и она вам передает данные, а вы ей потому что он двунаправленный. Вот. Такие дела. Значит, этих стандартов очень много. Вот. При передаче по радио, я опять использую слово воздух, в эфире, да, передача с помощью эфира, естественно, сигнал сильно затухает, он может искажаться очень сильно, поэтому на аппаратном уровне Wi-Fi очень большая избыточность, там придется намного больше, чем те битики, которые мы получаем на интерфейсном уровне. Дальше тут я пропускаю ссылки на штуки, которые трактуют о совместном использовании, с использованием разных каналов и ортогональных кодировок, потому что я в этом слабо разбираюсь, и, видимо, это не очень имеет отношение к теме разговора. Больше к нам имеет тема разговора это такая тема разговора, как авторизация и шифрование Wi-Fi. Тут спрашивают, работает ли в виртуалке Wi-Fi? Нет, сам по себе не работает, там не почему Wi-Fi-ться. Но соответствующий протокол вы можете запустить прямо на Ethernet-карточке, потому что этот протокол вполне себе работает поверх обычного Ethernet-фрейма. Я такой даже видел, я видел когда-то, я видел, как людям раздавали, провайдер раздавал интернет при помощи авторизации, как у Wi-Fi, но прямо поверх Ethernet-карты. Вот. Вот это та самая авторизация. Во-первых, нам нужно указать нечто под названием SSID, то есть идентификатор той точки, которую нам раздает Wi-Fi. Вот. При этом вообще говоря, одного SSID недостаточно. Если вы, например, ходите по факультету, то у вас идентификатор точка у всех будет Wi-Fi в МК-фри. Но на самом деле точки, которые вам раздают, могут быть разные. Поэтому помимо протокола ESS, есть еще ESS, есть пока еще ESS, который позволяет вам оперативно переключаться между точками, не меняя пароли, не вводя заново пароль, не меняя название точки доступа и так далее. Во-вторых, вы должны ввести какой-то пароль, чтобы подключиться к классической точке доступа, а этот пароль нужно зашифровать, потому что если его не зашифровать, то его все подглядят при первом же сеансе. Это же воздух, в смысле эфир. Мало того, этот пароль надо не просто зашифровать, а еще и использовать дополнительный ключ шифрации, потому что если ваш трафик, который вы присылаете через Wi-Fi, а напоминаю, Wi-Fi это просто Ethernet, у которого немножко накручены дополнительные поля, если ваш трафик весь шифровать одним и тем же паролем, в конце концов этот пароль можно будет просто подобрать, потому что у вас очень короткие пакеты, ну, не больше, чем Ethernet Freight. Трафик, который в них кладется, почти наверняка известен, TCP-AC, TCP-SIN, DNS-запросы, очень предсказуемый трафик. И очень легко, зная, какой именно трафик передается в сеансе, подобрать пароль. Поэтому эти пароли нужно еще и, ключ, с помощью которого шифруется ваш сеанс, время от времени нужно перегенерировать и задавать новый. То есть вы работаете, работаете, потом раз, сменили пароль, ну, в смысле ключ шифрации. Вот. Эта штука называется WPA, в современных Wi-Fi используется именно такой протокол. Вот. Тут есть некоторое описание того, как этот WPA используется, но для нас с вами важно знать две вещи. Первое, не смотрите описание WPA на русской Википедии, там абсолютно страшный рунглиш, люди, кажется, просто Google транслятором перевозили. и второе, для того, чтобы в Linux эта самая WPA заработала, нужна программная поддержка перегенерации этих самых паролей, вот ключей сеансов. То есть, если раньше у вас все делал драйвер, вы просто подсоединялись, интерфейс подключался, все было хорошо, то сейчас нужен специальный штука, который называется WPA с аппликант, который нужно отдельно запускать, скормить ей стартовый вот этот ключ, с помощью которого происходит изначально авторизация, а дальше он будет время от времени реагировать на запрос со стороны Wi-Fi карточки и говорить вот тебе новые ключи я перегенерировал. И, соответственно, воспринимать такую же перегенерацию с той стороны. Дальше идет трюк, который я показывал, как настроить с помощью команд IP-Link IV, это управление собственно Wi-Fi карточками, и WPA с аппликант подключения на произвольном компьютере. С вашего позволения, это я делал два года назад, можно посмотреть в лекциях, как я это делал два года назад. Я сейчас это делать не буду, потому что это всегда такое... Ну, представьте себе, вот мы с вами тут общаемся, мой этот самый мой стрим идет в YouTube-чик, вот, сейчас я начну тут сеть на этом компьютере настраивать. Да, не дай бог, я еще и настрою, она заработает. Вот, поэтому в прошлом году мне как-то, в позапрошлый год мне это как-то удалось, а мы с вами у нас есть еще сколько, 8 минут, попробуем поговорить про еще одну интересную штуку, а именно про виртуальный интерфейс. Мы можем, давайте мы в рамках одной машинки это делать, ну, скажем, вот этой, создать интерфейс, который будет называться tab, прямо так скажем, ip-tun-tab add modi tab name name, я сказал, tab 0. Что при этом произойдет? IP-Link покажет, что у нас появился новый интерфейс, который называется tab 0. Что это за сетевой интерфейс? Куда он смотрит? Какой сети он подключен? Правильный ответ? Никакой. Настолько никакой, что на самом деле тем концом задним. Он подключен к специальному устройству прямо в вашем же компьютере, которое называется tune. Вот оно. DevNetTune. Это устройство, как видите, у него тип character device, вот, major number 10, minor number 200. И ваша программа может открыть это устройство на чтение или на запись. Вызвать специальный системный вызов, который скажет подключиться именно к интерфейсу tab 0. И читать все фреймы, которые на этом интерфейсе type 0 приезжают от вас, как поток байтов. Вот. Я потратил всю субботу на то, чтобы поисследовать, как это в нашей виртуалке можно сделать. Написал скрипт на питоне, который это делает. Вот он. Но мы с вами поступим проще. с вами да, кончилось тем, что я собрал в Сизип специальную утилиту, которая называется YOKTL, YOKTL, который позволяет запустить произвольный YOKTL прямо на устройстве. Значит, из курса IC, может быть, вы помните, что такое YOKTL? Не помните? Это специальный системный вызов, когда вам нужно что-то сделать с внешними устройствами, кроме как читать из них и писать. Вот это волшебное устройство под названием DevNetToon, прежде чем начать из него читать, если из него просто попытаться читать, он нам скажет файл Descriptor InBetState. Надо вызвать один-единственный YOKTL, сейчас покажу, какой. Вот он. ToonsetIf. ToonsetIf. Сказать, что в Toontapе ваш интерфейс будет называться Tab0. Вот ровно его. Ну и тип еще ему передать, что это YOKTL. Специальный параметр. Вот так выглядит блок параметров этого YOKTL, который нужно передать. его нужно засунуть в это устройство. Если так сделать, то из него можно будет читать и в нем можно будет писать. Так что барабан и дробь я сейчас попробую все это запустить. Результатом, по идее, должно быть то, что на одном экранчике у нас будет SpeedDump фреймов, как бы фреймов, а на другом экранчике будем просто запихивать какие-то файлы, какие-то данные прямо в файл Toon. Давайте это сделаем. Ну, во-первых, Screen. Во-вторых, разделим его пополам. В-третьих, переключимся во второй экранчик, а, нет, во второй экранчик Ctrl-Tab, Ctrl-C запустим, там второй сеанс. Здесь запустим TCP-Dump, IP-Link, Set, Tap0, Up, Up. Не забываем поднимать интерфейс, иначе он работать не будет. TCP-Dump, Dump-XXE, этот самый Tap0. TCP-Dump, я сказал, а ты что сказала? Вот. А на втором экранчике попробуем проделать все это безобразие. Итак, сначала волшебные слова. Это я взял программу на C, раздампил тот блок параметров, который передается его к TL. Вот. Сначала сделать на питоне, потом сделал вот так вот. Понятно, да? Значит, здесь будет просто последовательность каких-то байтиков. Вот это все нужно передать системному вызову Йокту, который читает, который читает, пишет, пишет в Девнет-Тун. Вац. Йокту, Девнет-Тун. Дальше можно явно указать название этого самого Йоктуэля. И что еще? Еще размер. Размер 40 байт. О! Он говорит, что нормально пошло. Давайте попробуем тогда GetEv. Ну-ка, посмотрим, что он прочтет. Йоктуэль. GetEv. Нет, так он не может. Ему надо одновременно открыть. Хорошо. Значит, получить А. Да, так мы сделать не можем. Хорошо, давайте сделаем по-другому. Давайте тогда объединим эти команды. сделаем сначала вот так. Нет. Тут укажем дескриптор номер 3. Здесь укажем тоже дескриптор номер 3. Да что ж ты будешь делать? Секунду, я немножко потуплю. Йоктуэль. А, нет, не так. Сейчас, секунду, еще раз. Итак, откроем общую эту самую. Вызовем здесь Йоктуэль. Третий дескриптор тунсетив минус S40. Так, так. Теперь сделаем Йоктуэль. Дескриптор номер 3. Тунгетив. Так. И все это все это перенаправим из давайте 3 3 больше дев нет тунг. О! Че? Не понял. Зачем там Йенсер? Сейчас, минус S40 может быть? Падок Зиц. Че-то я не понял юмора. А! Так. поэтому спрашивают будем ли мы настраиваем в LAN буквально на следующем занятии будем настраивать в LAN. Так, что я сделал не так? Hexdump минус C. О! Отлично! Смотрите, сработал наш Hexdump минус C. Он прочел из этого самого, я не знаю, что вот это такое, но он прочел Tab 0 и здесь настройки. Очень хорошо. Давайте тогда еще сюда вставим. Ну и наконец Call календарь больше что там? Больше 53. В этот третий Че? Так, что я сделал неправильно? Где-то я скобочку не закрыл. Сложная команда. О! Успех! Значит, что мы сделали? Мы взяли этот Tune, дурацкий файл. Вот он. Где нет Tune? Мы в него запихали какие-то байты. Вывод от календаря. Вот он, вывод от календаря. Запустили на Tab 0 TCP dump. Он увидел этот вывод от календаря как фрейм. Единственное, что нам потребовалось, вот это вот страшное машинерие, мы этим не будем пользоваться больше никогда. Единственное, что нам потребовалось, вот это страшное машинерие, чтобы вообще сказать этому Девнефтуну, что мы хотим работать с Tab 0. Вот такая последовательность команд оказалась рабочей. Ну вот, что у нас получилось в результате? В результате у нас есть виртуальный интерфейс, вот этот самый IP-Link, вот этот самый интерфейс, в который можно засовывать просто бантики через этот самый Tune и соответствующий Yachtel, но из которого приезжают собственные фреймы. Дальше мы можем его настроить, мы можем смотреть, что сделать. Мы можем не можем, не будем мы это делать. Короче говоря, мы могли бы, мы могли бы, например, его настроить и делать пинг, и тогда бы оттуда полезли фреймы настоящие. в общем, вот. Да. Он loopback, только у него с той стороны не интерфейс, а файл Tune. Это файл, с которым надо работать не сетевыми операциями, а файловыми. Смотрите. Да. 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 Это преобразование потока данных в сетевой интерфейс. Собственно, ради этого все это, все это и сейчас я попробую найти это место. Вот это сложная команда, я понимаю, что я человек, который мыслит по-линуксовому это все хорошо, читаю, вы плохо. Значит, что здесь написано? Мы запускаем группу команд, открываем для нее третий дескриптор на запись DevTune. То есть все, что мы пишем в третий дескриптор этими командами попадает в DevTune. Мы делаем yuktu на этом третьем дескрипторе, на этом DevTune, чтобы он присобачился к интерфейсу топ-0. Вот здесь написано топ-0. Да? Затем мы просто читаем, что это не обязательно, дайте это уберем. в общем, это просто прочесть то же самое, просечь то же самое настройки этого интерфейса, а потом мы берем просто выдачу программы календарь, запихиваем в этот файл DevTune, и он внезапно приезжает нам с той стороны из интерфейса в виде фрейма. Как вы понимаете, таким способом можно делать туннельчики зашифрованные, что угодно. если у вас есть способ пробросить просто байтики, все, с помощью Тунтапа у вас есть способ пробросить сетевые пакеты. Вы пробросили байтики и на стороне Linux они внезапно превратили в сетевые пакеты. Вплоть до того, что присоединились терминала к машинке, запустили Тунтап прямо на этот терминал, со своей стороны запустили Тунтап прямо на этот терминал, давай-ка гонять по нему сеть. 20. Такие дела. Еще вопросы? Если у нас то, что мы без права, то есть, мы и шифровать нечего? Да, совершенно справедливо. А если у нас права, часто происходит? Слушайте, не знаю, почитайте протокол. Вернее, не так, не читайте протокол, их там 100-500 разных. Достаточно часто, чтобы не было возможности индексирования. Так, значит, домашнее задание будет существенно проще, чем вы ожидали. Нужно будет воспроизвести то, что я делал в самом начале, когда показывал виртулбокс. Сделать два клона, напустить на одном из... Да, соединить их общей сетью, запустить на... Не надо использовать для этого интерфейс 0, надо будет именно этаж 1, потому что интерфейс 0 по-другому устроен. Вот. Запустить на одном tsp-dump-xx, вот. На другом воспроизвести вот эту командочку, вот. И сначала даже не так. Не просто tsp-dump-x, а tsp-dump-xp, да, чтобы он не использовал промежский усмот. Вот. На другом воспроизвести эту командочку, где мы генерируем последовательность фрейм, вставить туда адрес отправителя, адрес получателя, послать. Дальше сделать фрейм, в котором адрес получателя не совпадает. И дальше сделать адрес получателя, который совпадает, а адрес управителя какой-нибудь от балды. Вот этот фрейм и этот фрейм в результате у вас должны в отчете получиться, а этот не должен. Вот. Дальше получается два отчета, вы их каким-то образом добываете, пересылаете, и все. Вопросы? Вопросы. У нас будет какая-то встреча, когда будет продолжаться, что должно? Да, будет, будет, будет. Я как раз сейчас над этим работаю. Там вот, да, да, конечно. Значит, в следующий раз мы продолжаем. Мы продолжаем в следующий раз или нет? Кажется, в следующий раз мы все-таки переходим на уровень IP, потому что с интерфейсным уровнем мы уже задолбались. Да. Я обычно все стираю, делаю заново. Потому что там как что-то вы уже наделали, какие-то настройки туда положили, мало ли что. Так. Кстати, а домашку тоже роботы просматривать? Да, конечно, конечно. Домашку будет просматривать роботы. Сейчас я посмотрю, что у нас будет в следующий раз. Кажется, у нас в следующий раз все-таки мы не выходим. Да! В следующий раз у нас сетевые мосты и вланы. Вот. То есть мы все еще не выходим за уровень интерфейсным, но у нас будут многомашинные конфигурации, которые будут друг другу пересылать эти самые фреймы через вланы. Ну, короче, все хорошо. Еще вопросы? Все, тогда побежали. Время-то у нас закончилось. То есть вопрос, как работает репорт, остался открытым. Он просто создает репорт. А что вам нужно? Давайте в этот вопрос задайте не в ютубный чатик, а в основной, в телеграмный. Там я вам отвечу. Потому что, понятное дело, что во время лекции отвечать на этот вопрос довольно тяжело. Ну, там вот этот товарищ, он задает вопросы, на которые, в общем-то... На которые я на лекции отвечать не собираюсь. Ну, честно. Сокращенец, на ваш вопрос относительно копипаста я ответил. Можно копипастить? О-о-о! Как в скрине выделять области и копипастить другую команду? Почитайте manscreen. Это можно сделать. Там, типа, Ctrl-A, Escape, включается CopyMod. Дальше вы выбираете с помощью стрелочки. Дальше Enter, запоминаете. Потом Ctrl-A, что-то такое, PasteMod. Это можно сделать. Ну, мы этим, как правило, заниматься просто не будем. Но это можно сделать скрине. Вот. А дальше человек по имени PythonPython, он задает всякие интересные вопросы, на которые у нас будут ответы в течение следующих лекций. Но, мне кажется, достаточно посмотреть план прошлого года, чтобы большая часть ответов на вопросы у вас уже возникли. Просто посмотрите, что было в прошлом году. Все, братцы, мне пора уже бежать. Давайте до следующего раза. Мы встречаемся завтра. Завтра. Спасибо, спасибо. Спасибо. Спасибо.